Настоящий скандал разразился сегодня в парламенте. То, что там произошло, не видел ни один созыв. Чтобы военных в камуфляже без соответствующего разрешения просто завели в сессионный зал, к трибуне и дали возможность выступить, не было никогда. Зато можно было наблюдать, как некоторые фракции объединились ради своих целей. На скандальном утреннем заседании сегодня побывала и я. Такого короткого и скандального заседания в парламенте давно не было. Сразу после регистрации в зале перерыв по требованию не то двух, не то трех фракций. И только спустя полчаса выясняется, почему. Блок Порошенко и Народный фронт решили дать оценку вчерашним событиям в Краматорске с нардепом Поросюком в главной роли. Народный депутат, который, прикрывающийся своим мандатом, своим посвящением, позволил себе быть противниками полиции. Ни один народный депутат не имеет себе права позволить распускать руки до тех, кто не захищенный перед ним. А дальше в зале появляются военные. Заводит их нардеп Антон Геращенко. Ранковое заседание оголошу их закрытым. Утреннее заседание закрыли. Часть возмущенных депутатов тут же разошлись. Такого не допускал себе никто. Это просто как государственный переворот. Народный фронт с БПП и радикалами Ляшко сделали заявление, что надо заслушать представителей национальной гвардии, которые там были при конфликте с Поросюком. Они завели в зал нацгвардию. Люди, сторонние, не депутаты, они могут быть на заседании, присутние, и тем больше подходят в зал, не в ложі гостей, а заходят в зал только с дозволом Верховной Ради. То есть, если дозвола нет, то это, в принципе, действия, которые выходят за рамки регламентных норм. Протягом 15 минут я не могу связаться с главой Верховной Ради. Мне говорят, что он на заседании РНБО. На превеликий жаль, я не могу поговорить с главой Верховной Ради и покликать его негайно сюда, потому что происходит экстраординарная ситуация за ходом блокирования трибуны, в том числе и людьми, которые не являются народными депутатами. Но заседание все же продолжили. После небольшой паузы непонимание в зале развеял. Глава фракции Блок Порошенко. Мы решили провести Радою коалиции загальные сборы. Коалиции открытые, запрошенные всех народных депутатов, которые должны ознакомиться с ситуацией, которая вчера склалася. Но кто-то коалиция, кроме Блока Порошенко и Народного фронта, умолчали. Хотя из оставшихся в зале действия двух фракций поддержали только радикалы. И это не должны быть сборы вашей коалиции. Это вся страна должна слышать. Поэтому я обратюсь сейчас к главе парламенту Андрея Порубия, прибыть на заседание парламенту, открыть заседание парламенту. А позже выясняется, что дать слово полицейским просили и радикалы. Насколько я зрозумев, что за наполяганием трех фракций их было запрошено до сессийной зали. Я не знаю, кто третий. Две фракции. Две. БПП и Народный фонд. Третя радикальная фракция Ляшка. Куда принадлась? Ну, это была треба провести консультации с приводу выступа. Четко попытались маркировать определенных депутатов тем, что они в коалиции. Это раз. Потому что объявили о том, что здесь сейчас проходит открытое заседание коалиции, намекая на том, что коалиция на троих. В парламенте де-факто существует новая коалиция на трех. И мы ждем ее официального оформления. Они будут подголосовывать один к одному. Работать, собственно, то, что они сделали до этого времени. С появления радикальной партии эта коалиция работает официально. Пока же официальная коалиция добилась, чтобы в зале включили микрофоны и предоставили слово полицейским. А те дали оценку действиям Поросюка. Одного сотрудника моего сбил, при этом Поросюк, когда маневрировал, гематомы нанес именно Поросюк. Никто другой. В одной руке мандат, второй рукой бьет. С ноги Поросюк кричал лично мне и моим сотрудникам. Я вас всех, сука, понахожу, по одному переловлю и передушу. Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения. После выступления военных работа в зале закончилась. Фронтовики с нардепами из блока Порошенко считают, что Поросюка стоит лишить мандата. Но это уже прерогатива Генпрокуратуры. Отбылось абсолютно ганебное прикрытие певных народных депутатов на кшталт Поросюка, которые, прикрываясь недоторканностью, влаштовывали безлад на блокпостах, провозили оружие особисто, это все задокументовано. Своими действиями за транспортным способом нанесли физические ушкоджения командиру роты. И за это треба нанести ответственность. А вот в парламенте не исключены кадровые изменения. В том же большинстве считают, что вице-спикер не имела права закрывать заседание и будут инициировать отставку сыроид, выражая ей недоверие. Кому же эти две фракции смогут доверить? Кресло в президиуме, соблюдая окутный принцип, возможно, тем, кого в кулуарах все называют третьим, хоть и неофициальным, членом коалиции. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Геннадий Никеенко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.